Всем огромный привет и добро пожаловать на мой канал! Меня зовут Настя и в этом видео я хочу вам рассказать о классных бюджетных продуктах для волос, которыми я пользуюсь сама уже не первый год. Это будут действительно классные работающие продукты из масс-маркета. А перед началом этого видео я хочу попросить вас подписаться на мой канал и поставить лайк этому видео. Ну что, поехали? И в общем-то начнем с шампуней. И сразу хочу объяснить для тех, кто может быть не в курсе, что самая главная и единственная функция шампуня это очищение. Ну и конечно же очень важно, чтобы этот шампунь подходил именно вам, не вызывал сухости кожи головы, перхоти и каких-то других различных неприятных последствий. В разные периоды времени я могу пользоваться как сульфатными шампунями, так и бессульфатными шампунями. Но проблема выбора сульфатного шампуня заключается в том, что от него у меня может сушить кожу головы от неправильно подобранного шампуня, а бессульфатного в том, что он может плохо промывать волосы и кожу головы. Поэтому в этом видео я собрала те продукты, которые подходят лично мне. И с вами хочу поделиться этой рекомендацией. У брендов, которых я буду называть, есть огромные аналоги, линейки этих продуктов, поэтому я думаю, что каждый для своего определенного типа волос сможет подобрать что-то подходящее. И чтобы было удобнее, я распределила все шампуни по брендам. И первое это шампуни от Натура Сибирика. У них, насколько я знаю, всегда были только бессульфатные шампуни. Я давно, уже много лет пользуюсь этим брендом, конкретно шампунями. И конкретно вот эти являются моими фаворитами. Кстати, я также очень часто заказывала себе шампунь в формате Дой Пак, потому что это намного выгоднее и удобно. Кому, возможно, не совсем удобно пользоваться шампунем из такого вот пакета, да, можно просто переливать в обычную бутылочку и спокойно себе использовать. Но зато цена намного выгоднее, чем если покупать в обычном литраже. Заказываю я всегда на сайте Makeup.ua. Кто из Украины, те знают этот сайт, поэтому я рекомендую заказывать именно там. Мне лично так нравится, удобнее и все такое. И следующий производитель это Планета Органика. Как и предыдущий, это российский бренд, и я довольно часто также заказывала у них шампуни. У них, кстати, они тоже только бессульфатные. И, кстати, что меня особенно расстроило, это то, что из-за политической ситуации, да, России и Украины, в Харькове закрылся магазин Планета Органика. И на сайте Makeup также стало очень мало ассортимента товаров этих двух производителей. Биолита. Это белорусский бренд, который я просто обожаю за их очень классные мягкие шампуни, а также бальзамы и маски, к которым мы перейдем позже. И я очень вам рекомендую к ним присмотреться. Также очень неплохой шампунь ламинирования. Конечно, эффекта ламинирования ждать от него не стоит, но, тем не менее, он вполне достойный и стоит вашего внимания. Вот такой шампунь пилинг, которым я пользуюсь один раз в месяц, и который я, кстати, приобрела еще два года назад. Поэтому это просто супер бюджетно. Это тот шампунь, который очень круто очищает корни волос и кожу головы, вот прям до скрипа. Но помните, что пользоваться таким шампунем нужно не чаще, чем один-два раза в месяц. Итальянский бренд Numero, очень бюджетный проф, который покорил многих своими масками, но и шампуни у них также не хуже. Я перепробовала у них практически все шампуни, и моими любимчиками стали восстанавливающий с экстрактом овса, разглаживающий с маслом авокадо и шампунь для придания объема с экстрактом асали. Тем не менее, все их шампуни очень даже достойные, а вы выбирайте, исходя из вашего типа волос и кожи головы. Шампуни Калос, это тоже такой себе бюджетный проф, и я тоже очень долгое время пользовалась их шампунями и бальзамами. У них есть разные линейки, к примеру, вот такая в прозрачной банке, она хорошо очищает кожу головы и имеет очень приятную цену. И, кстати, шампуни из другой линейки с жасмином и органом тоже очень даже неплохие. У бальзамов и масок может быть множество различных функций, таких как питание, увлажнение, разглаживание, смягчение. Выбирать, конечно же, стоит только из ваших запросов и вашего состояния волос. Исходя из моего опыта, хочу сказать, что чаще всего бальзамы и маски, ну, у них нет особо какой-то разницы. Пишите, кстати, в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Считаете ли вы, что есть какая-то колоссальная разница между бальзамами и масками для волос? Единственное, это то, что у масок обычно время выдержки чуть дольше, их используют реже, чем бальзамы, а эффект, по идее, должен быть чуть лучше, чем от бальзама. Но по факту мы имеем то, что одинаковое время выдержки может быть и у масок, и у бальзамов, а эффект от масок и от бальзамов может быть как одинаково хорошим, так и одинаково плохим. Тут лишь всё зависит от того, выберете ли вы для себя хороший и подходящий именно для вас продукт, или же нет. Начну с моего любимого бренда Vitex. Мне просто очень сильно нравится линейка их масок 3 в 1 с просто безумно вкусными ароматами. Манго, банан, папайя и так далее. Производитель предлагает нам использовать это средство как бальзам, маску, либо же несмываемое средство для волос. Но, честно говоря, оно хоть и не грязнит волос, если использовать его как несмывашку, но и результата от него особо нет как такового. Поэтому рекомендую использовать данное средство просто как маску, либо бальзам, кому как нравится это называть. Умевшие маски NUMERO также являются моими любимыми фаворитами. А именно я выбрала для себя разглаживающую и восстанавливающую маски. Это просто без слов, вот правда, вам нужно просто попробовать. Бальзамы и маски от Bielita мне нравятся тем, как же круто они увлажняют волосы. У Calas также есть достойные кондиционеры для волос, но стоит отметить то, что для сильно повреждённых волос стоит выбрать, ну, какой-то более серьёзный уход, скажем так. А вот итальянские маски Coral как раз-таки подойдут для очень сухих и повреждённых волос. Я ими как раз и спасала свои сухие, повреждённые и безжизненные волосы. Этот бренд уже, конечно, ну, не совсем бюджетный, но я не могла его не упомянуть, так как буквально пару лет назад о нём говорили просто все. Да и, собственно, не зря. Они с волосами действительно творят какие-то чудеса. Корейская протеиновая маска для волос также создана для сухих и повреждённых волос. Она очень хорошо разглаживает и увлажняет повреждённые волосы. Шампуни от польского бренда 3SME мне, к сожалению, не очень подошли и понравились. Но вот маски от этого бренда показали себя как очень даже неплохие на моих волосах. Мне очень понравился кондиционер для волос и разглаживающая маска. Маска 3 в 1 от Fructis появившись также наделала много шума и, конечно же, я не могла её не попробовать. Хотя опыт у меня с другими продуктами этого бренда был, ну, не очень, скажем так, удачный. Но конкретно эта маска оказалась очень даже достойной и экономичной, поэтому она на 100% заслуживает вашего внимания. Украинский бренд Dallas оказался тоже очень даже неплохим, но при этом это просто супер бюджетные продукты. Единственный минус это их пластиковые банки, в которых находятся сами маски, которые при транспортировке часто ломаются. Мне несколько раз курьер привозил просто сломанные банки, из которых эта маска просто выливалась. Но на само качество продукта это никак не влияет. И последнее это бальзам молочко от Неве. Я, конечно, люблю этот бренд, но конкретно средства для волос у них, ну, мягко скажем, не очень. Но вот этот бальзам, он меня прямо-таки удивил. Волосы от него очень напитанные, живые и увлажненные. Для меня очень важно выбрать классную несмывашку, так как она должна соединять в себе несколько функций, скажем так. Она должна давать очень хорошее разглаживание волосам и при этом не забирать объём. Ну, а также не давать вот этого вот ужасного эффекта грязных волос. Но путём проб и ошибок я для себя нашла несколько идеальных средств. Масло Оззи очень хорошо разглаживает волосы, напитывает, делает более блестящим. И что очень для меня важно, не даёт эффекта грязных волос. И с ним на самом деле очень сложно переборщить. Производители рекомендуют нам использовать его либо до шампуня, что очень странно и непонятно. И после мытья на влажные, либо на сухие волосы. Мне больше всего нравится использовать его на сухие волосы, так как это даёт такой больший вау-эффект. Творотка для волос, протеинная мешёлка от корейского бренда Эстетик Хаус. Очень люблю этот бренд и эту конкретную несмывашку, так как она действительно очень классно преображает и разглаживает волосы. Для тех, у кого пушатся волосы, это просто однозначно ваше средство. А также, что немаловажно, оно очень экономичное. Да, спреи я также решила отнести к несмывашкам. Термозащитный праймер-антистатик от бренда Vitex. Он просто мой номер один среди спреев. Я ими пользуюсь очень редко, но конкретно этим я пользуюсь до сушки волос, чтобы защитить свои волосы от перегревания фена. Кстати, он очень классно оказывает антистатический эффект. Несмываемый спрей термозащита от Биолита. Также очень хорошо увлажняют волосы и защищают их от перегрева во время укладки. Очень мало кто пользуется скрабами для кожи головы, да и в принципе знает о их существовании. Но я считаю, что скраб, он очень важен не только потому, что он дает классное очищение, но из-за того, что за счет мелких частиц в составе скрабов происходит стимуляция волосяных фолликуловолос, и соответственно быстрее растут волосы, что лично для меня очень-очень важно. Я пользуюсь им один либо два раза в месяц. Но все же действительно нужно отталкиваться конкретно от вас, ваших волос, и смотреть, действительно ли ваши волосы, кожа головы нуждается в дополнительной стимуляции. Первый это скраб от Натура Сибирика, который имеет в составе вот эти мелкие частички, которые не травмируют кожу головы, а деликатно ее очищают и дают очень приятный холодок. После этого скраба присутствует такое вот ощущение свежести кожи головы. И второй это скраб Актив от Биолита, частички в нем чуть-чуть побольше и пожестче. Но лично для меня это не является какой-то проблемой. И, кстати, очень важно хорошо смывать шампунем вот эти вот частички скраба, потому что они могут оставаться на волосах, и вычесать их может быть просто нереально. Скрабы я использую довольно-таки редко, это раз в два, в три месяца. Я решила с вами также поделиться своими любимыми продуктами от выпадения волос, так как эта тема для меня является очень острой, и я думаю, что среди моих подписчиков, подписчиц, очень много тех, кто также борется с этой проблемой, сезонным, либо постоянным выпадением волос. Первое средство, о котором я бы хотела рассказать, это очень классный укрепляющий тоник для волос с розмарином от швейцарского бренда Веледа, благодаря которому я избавилась от жуткого выпадения волос. Но, конечно, за счет того, что расход у него, ну, совсем не экономичный, его навряд ли можно назвать бюджетным средством. Мне его не хватило даже на месяц. Но, тем не менее, самого эффекта от тоника мне хватило достаточно надолго. Поэтому этот тоник, он на 100% стоит своих денег. Еще к тому же бренд Веледа, он полностью органический, что, конечно же, не может не радовать. И второе средство, это бесцветная хна от Art Color и Fito Cosmetic. Это все российские производители, и я ее использовала, даже будучи блондинкой, и даже окрашивала волосы после этого. Все же для девочек, которые в дальнейшем собираются окрашивать волосы, все-таки стоит быть аккуратным, с хной, даже бесцветной. Она идет, как и обычная хна в порошке, который нужно заливать горячей водой на 30 минут и после наносить на волосы. Я укутываю волосы пищевой пленкой для лучшего прогрева кожи головы. Стоит она просто копейки, одной пачки мне хватает на один раз на мою длину волос, и пользуюсь я ей раз в 4-6 месяцев. Она действительно мне очень помогает в борьбе с выпадением волос, а также придает блеск моим волосам. Есть также маска на основе хны от индийского бренда Asha. Она очень крутая и безумно приятно холодит кожу головы. Шампунь против перхоти от Сульсена. Насколько я знаю, производитель рекомендует использовать этот шампунь вместе с другими средствами их линейки. Я, используя только один этот шампунь, все равно смогла избавиться от перхоти, которая у меня была недавно, от неправильно подобранного шампуня. Также я заметила, что мои волосы после этого шампуня также стали чуть меньше выпадать. Но, конечно же, производитель рекомендует использовать данное средство только курсом. Вот такое вот репейное масло с красным перцем я наношу за 20-30 минут до мытья головы. Наношу его на кожу головы и заматываю волосы пищевой пленкой. Очень хорошо чувствуется тепло в коже головы и иногда легкое пощипывание. Насчет стимуляции роста волос, как указывает производитель, мне, конечно, сложно говорить. Я думаю, что не стоит ждать каких-то результатов от данного масла. Но что насчет конкретного выпадения, это действительно очень крутая вещь. Это, конечно, будет очень банально, но если у вас выпадают волосы, то в первую очередь вам, конечно же, нужно сдать анализы и посмотреть на состояние вашего здоровья. И уже тогда врач либо трихолог назначит вам подходящее средство, которое подходит именно конкретно вам, конкретно вашей проблеме. Обязательно об этом помните. Я хочу сказать вам огромное спасибо за просмотр. Я очень старалась. Я жду ваше мнение в комментариях, пользовались ли вы этими средствами или нет. Какие вам понравились, какие не понравились. И пишите средства, которые я, возможно, не упомянула, которые являются вашими фаворитами. А я вас целую. И до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok